М1 Глобал Рамадан, вот такое ощущение сложилось сразу после первого раунда, что в принципе ты контролируешь ход поединка и все движения соперника тебе ясны. Расскажи, почему на это заняло столько раундов? Почему не удалось раньше? Я не знаю, почему, но человек что-то не падал. Хотя я достаточно сильно бил. У меня у самого чуть важнее. Я не знаю, сломан нет, но очень сильно пальцы болят. Не знаю. Ну, главное выиграл. Ну, что можешь сказать соперник? Какой вообще был план на бой? Очень хороший соперник с характером, опытный. Спасибо ему за бой. Как готовился? Где проходили? Я готовился в городе Махачкале, очень усердно тренировался. Ходил в зал «Армор», там «Дагфайт», разные клубы. Адатисты Дагестана по гребнику, у себя в Курции, в разных залах ходил. Спасибо им большое, что уделяли время мне. Спасибо. Расскажи, вот одно время ходили слухи, что ты можешь сменить весовую категорию, перейти в более легкую. Ну, и ты сам говорил об этом. Да, было такое желание. Хотел на 7-7 спуститься, посмотреть себя. Ну, почему-то решился, пока на лучшем счете остаться. Вот есть сайт, который составляет рейтинги «Fight Matrix» международный. И в нем ты лучший средний вес России. Расскажи, следишь за такими рейтингами? Тебе это что-то значит? К этому я всю жизнь, как бы можно сказать, стремился, как тренироваться начал. Мои мячи, можно сказать, почти сбылись. Желаю всем остальным то же самое. И следом за тобой в этом рейтинге идет Александр Шлеменко, который сейчас может быть когда-нибудь, ну, подпишет договор. В случае, если он подпишет договор, как видишь ваш бой? Видишь ли его в перспективе? Вы знаете, я никогда не думал, что об этом бою. Я никогда не думал со своим, как бы. Я никогда для себя соперников не искал. Если М1 сделает этот бой, конечно, я соглашусь. Ну, вот сейчас еще вопрос по истечению времени после твоего последнего боя с Вячеславом Василевским. Скажи, третий бой вообще актуален, возможен, интересен? Есть смысл в нем? Вы знаете, я реально, честно сказать, я с этим человеком четыре боя сделал. Я думаю, ему тоже это неинтересно, так же, как и мне друг другу минусы сделать. Мы живем в России. Можно нам и каких-то американцев разных, иностранцев приводить, чтобы мы с ними дрались. Они с собой друг с другом вечно дрались. Я думаю, это будет правильно. Как будешь отмечать победу? Кругом семье поеду домой. Меня ждут родители. Посиду так, как бы. Много кто за тебя болел. Буквально все коридоры СКК, в твоих болельщиках, там очереди на входе. Расскажи, может быть, несколько слов для них? Спасибо всем большое. Вы реально, ваша поддержка чувствовала во время боя. Я достоин, что есть такие болельщики. Спасибо большое.